Ай, йоу, хулиганы, всем привет! Вы на канале Чувак, который пропал на 4 дня и ничего никому не сказал, и вот он наконец-то вернулся. Ставьте лайк, если вы скучали. БА! Сегодня я буду проходить новый супер-мега-сложный челлендж в игре Schoolboy Run Away. Всё дело в том, что в комментариях вы мне написали, пройди Schoolboy только с одним предметом в инвентаре. Звучит капец как трудно и долго, но я попробую это сделать. Ставьте лайк, если верите в меня, и мы начинаем играть. Итак, для тех, кто в танке и всё ещё не понял, что мы сегодня будем делать, объясняю на пальцах. Видите, внизу у меня есть инвентарь для предметов. Так вот, сегодня мы будем использовать только одну ячейку из этого инвентаря. А это означает только одно, что, ребята, ё-моё. Я уже включил компуктер, ставил на блокировку. Это означает только одно, что мы потратим примерно 359 дней на то, чтобы пройти эту игру. Ну, кстати, да. Подожди. Подожди. Я только что проиграл, потому что прямо сейчас я не смогу поставить лампочку. Соответственно, я больше не могу подбирать предметы. Соответственно, я дурак. Придётся переигрывать. Ну, здорово. Блин! Кто бы мог подумать, что это будет так сложно. Окей, надо думать. Надо думать, прежде чем делать. Всё. Теперь я буду думать. Да. Итак, я думаю, что мы убежим через ворота, потому что только что в комнате я нашёл зарядку. А это знак, знаете ли. Знак Всевышнего, да. Нам, боженька, скулбой он намекает, что убегать мы будем через... Шо? Правильно. Ворота. Так шо? Так и сделаем. Всё. Всё. У нас одна ячейка уже заполнена. Идёмте к... 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 Предлагаю написать сразу Геннадию, чтобы по сто раз не делать одни и те же вещи какие-то ненужные. Давайте возьмём, пожалуй, сразу... Шо? Правильно. Ключик. Смотрите, тут важный момент. Шо... Теперь я не могу подбирать цветочек, да, пока у меня ключ. То есть, по сути, я должен уронить ключ. Блин, как сделать? Блин, как сделать? Подожди, если я сейчас возьму ключ, то я не смогу подобрать цветочек. И когда папе напишут смс-ку, он придёт её проверять. Соответственно, телефон, да, и увидит, что не хватает, ну, цветочка. Короче, ладно, я не знаю, сейчас... Ой! Ладно, вопрос уже решился. Вот так сделаем, вот так сделаем. Спрячемся в шкафу. Спрячемся в шкафу. Всё. Вопроса как не бывало. Всё понятно. Сидим, прячемся. Что-то здесь не так. Да, что-то здесь не так. Ячейки вроде все на месте, а пользоваться можно только одной. Слава богу, ему почудилось. Ладно, поднимаем ключ и идём куда? Правильно, туда. Давайте посмотрим, что в шкафчиках, но подбирать ничего не будем. Пока что. Окей, так, на всякий случай просто посмотрим, что есть. Молоток. Но молоток нам не нужен, мы уже определились, каким образом будем убегать. Поэтому, да. Поэтому, да. Так, окей. Всё. Ключ взяли. Теперь идёмте. Боже, это будет так долго. Так долго. О, да ладно, ничего страшного. Давайте маму выкурим с кухни и пойдём включим вытяжку. Одну минуту. Чтобы она открыла нам двери и мы могли бы, ну, провернуть дела с машины, да. Открыть багажник, посмотреть, что там прячется. Мне почему-то кажется, что там прячется что-то нафиг нам не нужное. Ну, а что поделать? У нас как бы другого варианта нет. Придётся делать. Придётся всё равно избавиться от ключей. Поэтому вот так вот и живём. Предлагаю арбузика скушать. Одну штучку, одну штучку. Не повреди. Так, всё, хватит. Идёмте отсюда. Так, надо пойти полить цветы. Отлично, мама идёт поливать цветы. Вот это полный отстой. Блин, сколько дыма. Ну, хоть дыма увидела. Сколько там. Так, всё, я как понимаю, она открыла нам доступ на улицу. Мы этим обязательно воспользуемся. Погнали. Предлагаю, ну, с другой стороны пойти, правильно? Пойти с другой стороны, посмотреть, что в машине. Надеюсь, нас батя в окно не увидит. Ну, или мама, как минимум. Пока что не видит никто. Да, вон там мама. Всё, мы избавились от ключа. Теперь можно вернуться обратно. И обшарить нашу кухоньку. И посмотреть, что там, блин. Слушайте, ну, это тяжело. Хочу вам сказать сразу. О, батя придавила. Предлагаю вернуться в комнату. Вот сюда. Боже, у меня уже голова болит. Это очень сложно. Это очень сложно. Попробуйте. Кто не верит? Кто думает, что это очень легко? Ребята. Мама вернётся на кухню? Да, детка. Давайте быстро посмотрим, что здесь есть. Ключ. Ключ нам нужен. Блин. Зачем я его взял? Зачем я его взял? Я затупил. Его не надо было брать. Его не надо было брать, этот ключ. Зачем я? Я проиграл. Потому что, ну, вы сами понимаете. Надо было сначала лампочку взять. И только потом брать этот долбанный ключ. Всё заново. Вот так вот. Неправильная последовательность. Челлендж оказался намного сложнее, чем я думал. Но он сложнее именно в том плане, что из-за своей невнимательности ты проигрываешь. Не потому что тебя родители ловят и наказывают. Нет. Потому что ты тупишь, да, с последовательностью. Ладно. Делаем выводы. И играем дальше. Ничего страшного. Фонарик. Но фонариком мы точно не можем пользоваться. Соответственно, потому что здесь две батарейки. Обносить по одной. Извините, конечно, но у меня есть личная жизнь, да. Хочется иногда жить для себя, а не только для скулбоя. Поэтому такой план с фонариком отпадает. Не знаю, ладно. В прошлый раз я думал пройти через ворота, сейчас... Ой. Это было не очень приятно. Можно больше так не делать? Да. Всё-таки будем через ворота проходить, потому что я снова нашёл зарядку. Повторим вот этот круг ада. Вот я о том же, чувак. Сколько можно? Сколько можно проходить эту игру, ё-моё? Геннадий. Окей. Пока ставим на блокировочку. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь есть лампочку, но я её брать не могу. Ну, по крайней мере, я буду знать, где она там есть. По-моему, это здорово. Кстати. Как он упал? Вы это видели? Вы это видели? Как он упал? Он упал через вазу. То есть он провалился через текстуру вазы. Гребаный ключ, гребаные лаги, гребаные баги. Наверное, почудилось. Окей. Ему почудилось. Слава богу. Хорошо, что отец шизофрении. Так, давайте вернёмся обратно. И потом вернёмся обратно, чтобы потом, ну, взять, соответственно, лампочку, да? И покончить раз и навсегда с кладовкой. В этот раз я так тупить уже не намерен. Пока что всё чики-пуки-бомбони. Скажу я вам. Мы уже много чего сделали. Много дел, да? Нашли зарядку. И почти разобрались с кладовой. Всё, ставим лампочку. Интересно, что у нас тут будет. Походу, ничего полезного, да? Я правильно понимаю? Я кажется... Ага, да, всё, я правильно понял. Ну, как минимум нам нужна тряпочка. Кстати, её... Блин, боже, я взял по автомату эту тряпочку, а мог затупить. Ну, сами понимаете, потому что... А вдруг она... Ну, нельзя, короче, просто так брать и нажимать на предметы. Потому что, ну, это может быть ошибкой, да? Окей, ну, вы поняли. Про что я... Короче, не хватать вот так вот слепо предметы. Так, я постираю сейчас тряпочку. Но нужно ли мне её сразу достать? Конечно же нет. Потому что сначала нужно взять вот этот... Найти антижир. Сами понимаете. Так, ладно, давайте постираем, но брать не будем. Постираем, но брать не будем. Будем искать антижир, чтобы сначала... Мама идёт поливать цветы. Окей. Главное, успеть открыть вот эту тыры-пыры. Она вернётся на шум. Главное, чтобы батя ещё не пошёл в туалет. Это будет вообще отстой. Короче, ждём. Так. Это шум из ванны. Это шум из ванны. Открывайся, пожалуйста. Спасибо. Так. Здесь кто-то был? Нет. Из-за шторы никто не стоит. Честно-честно. Вроде всё на месте. Ну. Кроме мозгов. Надеюсь, мама сейчас меня как-то по-тупому не спалит? Вроде нет. Ох, это было близко. Окей. Давайте включим вытяжку. И поставим мясочко, да? Разогреться мяско. А вдруг надо? Я не знаю. Так чисто по прикову на всякий случай. Здесь есть? Есть! Он есть! Ой, батя придавило. Ой-ёй-ёй. Ай-яй-яй. Блин, такой здесь движ, да? Я там ставлю мясо. Оно разогревается. Батя идёт в туалет. Мама поливает цветы. Мама возвращается назад. У меня паника. Но у меня всё вроде как под контролем. Так что паниковать нет смысла. Ждём, пока вот это всё чики-пуки-бомбо не произойдёт. Мама сходит туда. Папа сходит. О! Подожди, что такое? Что здесь случилось? Да ничего не случилось. Ничего не случилось. Опять мне мерещится, что что-то не так. Ну вот, всё так, видишь? Ну хорошо, мама. Мама, всё хорошо. Всё, мама вернулась. Она увидела, что на кухне... Блин! Сквакал жира! Ну, в баннере. Классическая мама Галя. Так, берём тряпочку. Пока что неплохо справляемся. Всё, ништяк. Мне, знаете, что прикалывает? Потому что, когда ты берёшь, протираешь вот эту панель задач, тряпка растворяется в воздухе. Была тряпка и нет тряпки. И страшно представить, что именно это за антижир. Походу, это не антижир. Походу, это, блин, грёбаный. Шо? Правильно. Антитряпка. Окей, давайте маму с кухни поищем немножко там, посмотрим, что там есть. На самом деле, мне надо взять мясо и выйти на улицу, посмотреть, что у Бобика есть. Потому что, возможно, у него есть отвёрка. Подожди. Где мне вообще нужна отвёрка? Где мне вообще нужна отвёрка? Блин, тут надо сначала думать, а потом только делать. А не как я люблю. Давайте посмотрим. А где? А, подожди, снотворная. А мне вообще снотворная... Снотворная, ну, мне вообще надо? Проблема в том, что если я начну откручивать вот это, да, то отвёрка не исчезнет. Да, то есть, если я возьму снотворное, отвёрка не исчезнет. Она останется в инвентаре. Чтобы она исчезла, мне нужно открутить ещё будет и швабру. И если я откручу швабру, то вот эта дощечка, она, по идее, автоматически добавляется в инвентарь или нет? Вот это я не помню. Короче, я думаю, что мне, на самом деле, отвёрка не нужна. Но, шо поделать, мясо у меня уже в инвентаре, соответственно, мы всё равно. Но, хотим-не хотим, пойдём к кому? Бобику. Ну, вот Бобику, короче, мы пойдём. А, здесь у него дощечка. Окей, тогда... Кстати, я только сейчас понял такой момент, что, по сути, я собрал уже всё необходимое для побега. Если так задуматься, да? То есть, зарядку нашёл, антижир нашёл, тряпку сделал. Осталось только узнать пароль. Кстати, есть лайфхак. Есть лайфхак, как посмотреть на пароль. Смотрите. И я ничего не вижу. Там я вижу 1, 8. 1, 8, 6. Офигеть! Прикиньте! То есть, если ставить на паузу, вам не надо выгонять маму на кухню. Достаточно просто поставить на паузу, чтобы увидеть вот эти цифры. Это реально жёстко. Это жёстко. Окей. Тогда делаем следующий момент. А какой там? 1, 8, 6, да, пароль? 1, 8, 6. Нет. 8, 6, 1. Нет. 1, 6, 8? Твою мать! Нет. Подожди, какой пароль? Так, надо пойти полить цветы. Всё круто, но пароль не подходит. Придётся пойти всё-таки посмотреть по старому методу. Мама как раз пошла поливать цветы. А я чё-то не понял юмора. Там обычно, когда ты ставишь на паузу, то там же видно стрелочку, да, с какой цифры начинается пароль. Сейчас попробую сделать, посмотрим. Что, там всё-таки девятка была? И пароль 1, 6, 8. Я вроде такую комбинацию водил, но почему-то оно не хотелось. Окей. 6, 8, 1. Да. Пароль правильный. 7, 6, 12. Это пароль от ворот. Ну и, по сути, дело за малым. Идёмте-ка попробуем открыть ворота. Надеюсь, батя... Ой-ёй. Надеюсь, что без снотворного у меня получится убежать от бати. Потому что он может как бы помешать, сами понимаете. Человек он неприятный. Любит он такое делать. По крайней мере, на это у нас есть 3 попытки. Поэтому, ну, будем пробовать. Если батя нас поймает или закроет ворота, у нас будет ещё 2 попытки. Если что, я попробую найти отвертку и усыпить батю. Но, будем надеяться, что у нас получится с первого раза. Так что, батя уже ушёл. Можно убегать. Итак. А, подожди. Нам ещё надо, чтобы мама пошла куда? Правильно, вот сюда. Да, чтобы мама вышла. Я что-то... Что-то завтыкал. 7, 6, 12. 7, 6, 12. Энтер. Пока что не включаем. Звоним, Дрангаланга делаем. Мама идёт открывать. И мы начинаем убегать. Давай. Давай. По чуть-чуть подкрадываемся незаметно сзади. Так, она сейчас подойдёт. И... Есть. Всё, давай. Давай, бегом на улицу. Давай, давай, давай. Давай, бегом на улицу. Мама. Боже, как легко, как легко. Есть. Есть. Ну, шо тут скажешь, ребят? Если честно, я сам не ожидал, что у меня получится сделать это так быстро. За 13 минут всего лишь, да? Из них я больше тупил, чем играл. Вообще, получается, что самый лёгкий способ сбежать от родителей, это всё-таки через ворота. При этом не усыплять батю и не закрывать маму в кладовке. По-моему, это очень легко. Ставь лайк, если ты так уже проходил. И напиши обязательно в комментариях ещё какой-нибудь челлендж-вызов. Я видел, многие писали из вас, чтобы я прошёл эту игру, сидя и ни разу не встав. Окей, я попробую. Если это видео наберёт 20 тысяч лайков. Вот такие вот дела. Всех был рад видеть, потому что, ну, ё-моё, 4 дня с вами не виделись. Очень сильно соскучился. Всем хорошего настроения. Всем пока! Всем пока!